Так, у нас сегодня с вами самый быстрый мастер-класс. Он займет буквально 15 минут. Мы приготовим дрожжевое тесто, которое можно использовать для приготовления разных вкусных вкусняшек, разных вкусных репичек. Значит, что нам понадобится? Нам понадобятся живые дрожжи. Во-первых, они очень ароматно пахнут. Я не знаю, как в детстве, у кого какие воспоминания из детства. Вот я помню такую репичку, когда раньше только такие были, не было. Это нет, это дрожжи, чтобы печь пирожки. Любишь пирожки? Молодец. Чем ты их любишь? Берем, смотри, Катя, берем вот такой вот кусочек. Ну, где-то здесь сколько? Одна пятая, наверное, да? Джуд дрожжей. Так, и добавляем сахарок. Буквально, ну, столовую ложку. Ух, она здесь уже вот остальная, поэтому где-то вот так. Ну, две. Так, а сейчас самые... Кто у нас самый работящий? Мне должны помочь вот так вот поразмешивать. Молодец, я знала. Смотрите, дрожжи мы можем сохранять в различных наших небольших контейнерах. Вот умный холодильник, объем 375 миллилитров, да, то есть туда пачки, естественно, без бумаги, но это у нас с витрин, поэтому не буду. У меня дома они хранятся вот в таком контейнере, либо у нас еще и система холодильника, маленький контейнер, туда тоже замечательно эти дрожжи укладываются. Да, вообще ничего не было. Смотрите, тесто мы будем замешивать в замесочном блюде, но у нас есть чаши с различным названием, да, вот вы видите, миллион, сетвара 2 литра и замесочное блюдо 3 литра. В любой из этих чаш можно замешивать, делать тесто. Везде у нас, видите, крышечка в морозах непроницаемой, да, и она должна у нас сама открыться, и это будет означать, что тесто готово. Есть у нас еще профи, конечно, сейчас новая серия. Есть, кстати, алоха в ней тоже, можно замешивать также тесто. Дима. Дмитрий, смотрите, какой Дмитрий волшебник, он превратил дрожжи с сахаром в такую красивую жидкость. И мы должны сейчас залить эту волшебную смесь тепленькой водичкой, где-то 37 градусов. У нас есть кувшин, урвал, на днем можно прям смело ездить. Можно с молоком делать. С молоком? Можно делать с молоком. Я когда пирожки сладки делаю, я делаю с молоком. Так, мы берем без яиц. Ну, яйца придают тесту жесткость. Можно и с яйцами. Это тесто, вот оно, знаете, это вот сейчас будет база, а там вы можете даже и яйца, да, добавлять, и молочко. Молоко иногда смешивают с водой, то есть вот так. Берем растительное масло, да, смазываю чуть-чуть стеночки. Можно с силиконовой кисточкой. Так, буквально вот сейчас минутку поставим, чтобы разогрелся. Мне нравится, когда все стенки смазаны. Во-первых, потом мыть будет очень легко. Во-вторых, ну, из теста нормально добавить. Вот такая системная кисточка у нас, видите, она прячется. А есть такая? Она очень удобная. Ей можно и выпечку готовую смазать, и, допустим, если вы маринуете курочку, утку, ну, какую-то там птицу, мясо, да, можно смазывать, ну, дать маринадок, понятно, да, чтобы не руками. Она легко моется. Кисточка вот эта вот, а самая силиконовая часть разбирается на три части, чтобы буквально все-все-все ворсиночки прочистить. Так. Дед, у нас еще подставочка была моя любимая. Есть, есть. А у нас есть они вообще, кстати? Вот поставочка в форме 8 марта, видите, можно прям с длинцем подарить. Так. Ой, мне она очень нравится, потому что если у тебя одна ложка или там чем-то смешиваешь, то положить можно, ну, там, на блюдечко, да? А когда это ты готовишь на семью, пару блюд, то очень удобно. Туда-сюда и они не пересекаются. Да, на этой подставочке очень много чего умещается, и ее можно использовать как, ну, подносик небольшой, то есть, допустим, стаканчик, там, кофе и пироженку. Смотрите, я знаю, сколько у меня муки, где-то примерно 230 грамм на глазок, да? Ну, тут есть мерная шкала, где-то 230. И вот здесь вот в шейкере, шейкером очень удобно пользоваться, я где-то примерно тоже такой же объемчик 230. Вот здесь у меня так померечко померила. Так. То есть, легко запомнить, сколько у нас грамм ути, столько же миллилитров жидкости. Все, я выливаю. По идее, можно поставить еще минут на, на сколько минут? Ну, на пару минут, да, чтобы вот шапочка такая поднялась. Ну, оно и так замечательно у нас поднимется. Водичка прям тепленькая, такая, 37 градусов. Так, выливаем. Сейчас я сахар. Дальше, не забыть нам соль. Соль, она и для вкуса, и для цвета, знаете, да, наверное. Ложечка, а, чайная ложечка, да, где-то примерно, да. Вторая, да. Вообще, тут 2 миллилитра, ну ладно, мы горочкой делаем. Так. Нет ложечки такие. Нет ложечки такие, да. И мука с крышечки, ну, как-то ловко работаешь. Смотри, у тебя вся мука упадает ровно только в замесочную брус. Да. И не туда. Лучше, у вас разве не ты маме помогаешь. Так, чуть-чуть, вот. Так, Катерина, как вам повезло? С помощниками. Еще мальчики очень хорошо готовят. У них какая-то рука отходила. Все, идеально чистенько. Ну, чтобы не спачкать столешницу, да, очень удобно пользоваться таким ситом, где есть проставочки. А если у вас, вы, допустим, ну, делаете пельменное тесто, да, и вам надо присыпать, или потом, когда мы замесим, нужно присыпать, да, то есть вы можете вот таким образом хранить сито с мукой, да, и вот так вот чуть-чуть присыпали, опять поставили. То есть очень удобно, это чистенько. Вот. И теперь самое лучшее ствол у нас. Мы скрываем крышечку нашу, волшебную влагу воздуху непроницаемую, выпускаем шепот, шепот топором называется, и вот так вот спокойно. Не знаю, почему. Почему? Потому что тесто будет меньше двигаться. Да, это молодец. Так, вот. Воздух будет блокировать. Да. Держи. Ты в каком классе, Дима? Что-то в суток жилище по второму. А то у тебя уже, видишь, физика. Ты уже физику понимаешь. У нас только на дематика русский окрывает. И мы что-то на углу. Крывоведение. Нету? Нет. Вот. Слышите? А кружите не дальше. Вот. Слышите? Уже комочек. Двух секунд прошло. Не совсем мало. Мне Дима перечислил пять предметов своих. А какой любимый у тебя? У меня любимый амутин. Молодец. Так. Все. Уже прям замесили-замесили. Вот такой комочек. И мы его сейчас красиво оформим. Волшебным нашим силиконом-крепком. Хотел сбежать, но не получилось. Кто-то хотел, где-то хотел сбежать? Или ты? Кто-то хотел сбежать. Ну, чтобы его не пустили. Так, вот чем мне нравится вот это замесочное блюдо. Вот у него внутри глянцевые стенки, да? Видите, как все легко, чисто. Идеально, да? Потом его очень легко помоем. Все, вот такое у нас красивейшее. Вот когда идеально пропорции выровнены, то получается вот такое тесто. Абсолютно ничего страшного, если у вас оно получилось немного жирже или немного гуще, оно все равно и поднимется, и потом вы можете подкорректировать. То есть толить чуть-чуть водички или молочка. Кать, попробуй, посмотри по консистенции. Так, закрываем весь. Уже не надо воздуха никакой пускать. И ставим. А вот этого надо. Да, тоже сейчас не надо. В чашу с теплой водичкой. У кого-то сейчас есть современная духовка, оснащенная такой системой, для того, чтобы как раз вот тесто поднималось лучше. Главное не перепутать режимы и не включить, как должна одна женщина. Она даже сразу испекла в милиане. Причем запаха-то нет, поскольку чистый, например, очищенный, запаха нет. И она поздно узнала о том, что у нее уже там жирот готов, уже сразу в чашке. Все, пока у нас это все стоит. Не пугайтесь, она потом с таким хлопком характерным откроется. Вы будете к этому готовы. Так, а мы с вами что делаем? А мы с вами за это время блинчики любите? Да. Я даже не сменевалась. Я тоже люблю. Скоро будет ядерно. Смотрите, а вот вода должна быть газированной, не надо минеральной, потому что минеральная иногда там соль, там сода какая-то, да, и будет привкус блинов не очень. Так, 400 миллилитров. У нас замечательный, ой, замечательный, большой миксер. Здесь очень хорошо по метке ориентироваться. 400 миллилитров. Дмитрий, ты говоришь, что мы добавляем одну? Одна столовая ложка сахара. Молодец. Так, добавим. Одна чайная ложка соли. Одна? Одна столовая ложка растительного масла. Видите, как идеально, да, вот в компакт все наше, все обратно, аккуратненько зачекает. Так, для подстраховочки. Как вареное, его разливаешь. Да. Хорошее такое яйцо. Интересно, какая яйца будет у ботиропа? О, там будет термоядерное. Все, так, значит, одно яйцо. Термоядерки нет. И 6 столовых ложек, там, сверху, да, вот, одна. Смотри, мука плавает. Я Диме рассказываю, как мука плавает. 2, 4, 4, 5, 6. Так. Вода легче жидкости. Ой, мука легче. Вода, да, вода чежели, поэтому она внизу. Масло, да, пленочку. Но нам надо все это смешать, правильно? Смешивать как раз вот эта вот вставочка. Дальше мы одеваем замечательную вот эту шайбочку. И закручиваем. Закручиваем, смотрите, сначала против часовой, она села, да, и теперь по часовой. Почему это можно сделать только в большом миксере? Потому что крышка винтовая, ее никогда не сорвет. Если вы делаете в таких наших шейкерах, да, то здесь клапан есть, и его по-любому сорвет. Ну, можно так, можно так. Здесь уже самое главное, первое передвижение делать вот так, ровно вертикально. Вот так вот. Вот, все. Вот, можно посмотреть, что идеальная консистенция без комочков. Красота. Так, мы даже успеем сейчас испечь пару блинов. Нет, я забыл, и скоро будет. Боитесь? Я тоже боюсь. Это забыл, и позже намала псык. Даже интересно. Было псык. Ну, от него всегда вот крышечка вот эта вот выдавливается. То есть не крышечка, а колечко вот это выдавливается. У него под рукой не было. Так, можно мешать, можно не мешать, потому что я уже вижу, что оно идеальное. Все. Ну, все, убираем. Что-то будет вот этот контейнер. Как он назывался тут? Это новинка. Вот, вообще идеальный. Да, объем 3-4, что-то помещается ровно 2 килограмма муки. Я, в общем, думаю, даже с вас на самой верхней полочке этот контейнер, как-то, у вас мука всегда под рукой, да? Но есть вот такая петелька, которую вы держите. А от другой стороны вы так вот легко откройте. Она ведь сама. Вы ее никогда не потеряете. Вам не надо ее куда-то искать, куда положить, да? То есть она открылась и держится. Смотрите, у нас много сковородочек. Да, для блинов лучше всего, это, конечно же, сковородка с покрытием термо. Антипригарное покрытие, которое позволяет готовить без масла. Без каких-либо там... Очень хорошо будет отходить блинчик, оладушки, котлетки и рыбу лучше жарить на таком металле. Под шейф у нас называется. Слушайте, а крышка-то открылась, вы видите? А вы что молчите? А был какой-то случай. И я смотрю на урок. Вот, крышечка открылась. Ну, она, получается, так, не громко. Шепотом, да. Вот, оно поднялось. Его можно еще раз чуть-чуть перемешать. И пока мы с вами блинчик печем, вот, пока мы блинчик печем, оно может еще разочек подойти. Ой, какой, смотрите. Принятость. Так, закрываем. Что-то она тихо. Да, что-то она неинтересна, да, мы должны избегать. Поскольку силиконовая кисточка чуть-чуть, наверное, не осталась мослица, да, есть чуть-чуть, чуть-чуть, не можешь, заодно и меньше. Вот, надо. Так. А еще на эту сковородочку ее нельзя прикрывать. То есть, если вы ее включили, то уже можно, в принципе, сразу наливать тесто. Прямо холодное. Прямо холодное, да. И еще нам понадобится лопаточка какая-нибудь. Давай две, Марин. У нас есть две разные лопаточки. Вот такая красота у нас. Обычно есть какая пословица про первый блин? Кто знает? Пословица про первый блин. Первый блин всегда с комом. А вот эта лопатка вообще идеальная для блинов. У нас есть специальная, кстати, сковорода блинная. У нее низкие краешки, ровненькие. Ну, массы ее сейчас нет. В принципе, можно и на такую лопатку. Вот видите, он уже вот. Вот, да? Сковорода, мне что очень нравится, что она не даст не готовый еще продукт снять с нее. То есть, как только готовый, он сразу с обеихом снимается. Смотрите, да, и он спокойненько подцепляется. Смотрите, как блинчик катается. У всех на сковороде блинчик катается. И так же яичница катается, и все остальное. Поэтому здесь очень рискованно. Вот так вот, хоп. Мама. Идеальная консистенция текста. Вот, она идеально поднимается, во-первых. Во-вторых, вот такое. Да ничего, ничего, Дима, подойди с другой стороны. Вот, она такая вот воздушная, пузыристая. Все, уже из него можно перечить. Либо убираем в холодильник, да, если вы не успели сделать начинку. Либо убираем в холодильник.